По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли уже 34 безуспешные попытки прорвать оборону украинских защитников. Почти половина из всех боестолкновений произошла возле Селидова и Новогродовки. Бойцы отмечают, что противник несет значительные потери в живой силе, бросая солдат на так называемые мясные штурмы. Все планы россиян разбиваются благодаря слаженной работе операторов БПЛА и артиллерийской поддержке. Российские военные также активно действуют на Кураховском и Купинском направлениях. На Кураховском силы обороны Украины отбили 22 атаки россиян, а на Купинском – 17. Также противник 13 раз пытался атаковать украинские позиции на Торецком направлении и 9 на Краматорском. На Харьковском направлении российские оккупанты попытались штурмовать украинские позиции в районах Липцев и Волчанска. Как отмечают воины, незаменимыми составляющими успешного уничтожения живой силы и военной техники противника является аэроразведка, которая отслеживает передвижение россиян и корректирует огонь артиллерии, а также пулеметчики и стрелки. Россияне совершенно не понимают, что они идут умирать. Они не понимают, что на расстоянии, скажем, 7, 8, 10, 15 километров мы их видим, как они идут и заходят. И мы уже готовы к этому, уже понимаем, что, куда и как. И шансов у них просто нет. Украинские гвардейцы также отмечают, что на Харьковском направлении сегодня было уничтожено средство радиоэлектронной борьбы противника, которое россияне безуспешно пытались спрятать среди окопов. На Харьковском направлении войска РФ продолжают активно атаковать на всех участках фронта, но успеха не имеют. Силы обороны Украины решительно пересекают все попытки противника продвинуться вглубь украинской территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая его наступательный потенциал. Потери врага? Безвозвратные санитарные. Только за минувшие сутки составили 72 человека. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 76 единиц вооружения и военной техники. Из сообщений оперативно-тактической группировки «Харьков» в Facebook. Активно уничтожают российскую технику «Украинские войны» и в Курской области РФ. Там в ходе разведки местности бойцы обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир». Как отмечают операторы сил специальных операций Украины, удар по станции РЭП нанесли с помощью БПЛА. Кроме того, российские оккупанты также понесли потери в живой силе. Общие же боевые потери российских оккупантов в Украине уже превысили 611 тысяч человек. 1090 из них силы обороны ликвидировали за минувшие сутки. Также, по данным Генерального штаба ВСУ, уничтожены еще 5 российских танков, 14 боевых бронемашин, 27 артиллерийских систем и по одной единице ПВО и РСЗО. Кроме этого, сбиты почти 100 беспилотников, 6 крылатых ракет и сожжены десятки единиц другой военной техники российской армии. Субтитры создавал DimaTorzok